Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачева-Черкесия. События вторника в репортажах наших корреспондентов. И вот что главное сегодня. Нововведение в опросе утилизации твердокоммунальных отходов, обоснованность тарифов на вывоз мусора. Эти и другие вопросы обсудили на заседании отделения Народного фронта Республики. Вы забрали нас в Германию. Сожженный дом, три долгие года в концлагере и долгожданное освобождение в апреле 45-го. Валентина Косарева о тягодах войны поделилась с вестями. Мы с удовольствием поддерживаем такие проекты. В Карачаево-Черкесском госуниверситете открыли Центр Кабардино-Черкесской и Карачаево-Балкарской культуры языка. Они как белый чистый лист. Мастер-классы и тренинги актерского мастерства показали детям актеры Республиканского драматического театра. Сегодня сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России завели уголовное дело в отношении трех сотрудников Следственного комитета и МВД Карачаева-Черкесии. Следствием возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя руководителя Следственного комитета по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова, старшего следователя по особо важным делам Андрея Филиппова, начальника Центра противодействия экстремизму МВД по республике Тимура Бетуганова. Они подозреваются в превышении должностных полномочий. Сегодня в Москве глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с министром культуры России Владимиром Мединским. Говорили о развитии культуры в республике и о проблемных вопросах, которые существуют в этой сфере. Глава региона поблагодарил министра за поддержку в реализации проекта по строительству и ремонту сельских домов культуры. За последние два года в этом направлении у нас произошли колоссальные изменения. Впервые за всю историю современной Карачаева-Черкесии открыли 27 новых ДК. В этом году на очереди еще 9. Готов к открытию многофункциональный культурный центр в Карачаевске, отметил в ходе беседы глава региона. Также стороны обсудили возможность строительства Центра культурного развития в Черкесске. Рашид Тимрезов заручился поддержкой министров в решении важных проблемных вопросов реконструкции Республиканского театра и филармонии. Сегодня активисты Общероссийского народного фронта обсудили реализацию мусорной реформы в регионе. Вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами. Совместно с представителями профильных министерств, региональных операторов и общественных экологических организаций эксперты НУФ рассмотрели широкий круг вопросов. Подробности Мурата Джангёзова. С 1 января в России запущена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. По новым правилам, всеответственность за работу с ТКО, организация сбора и транспортировки мусора легла на региональных операторов. Президент страны поручил Народному фронту следить за реализацией мусорной реформы и докладывать о ее состоянии. Сегодня мы хотели бы обсудить, конечно, не всю реформу, а отдельные ее аспекты и прийти к каким-то выводам, предложениям по тому, как нам совместно помочь в проведении этой реформы наиболее, скажем так, безболезненно для нашего населения. Республиканское отделение Народного фронта открыло горячую линию для приема обращений граждан. Согласно поступившим жалобам, жители нашей республики в первую очередь волнуют система оплаты и размер установленных тарифов. При их начислении отталкивается от так называемой нормы накопления мусора, установленного для каждого из муниципалитетов. Норма накопления у нас установлена на год, поэтому она делится на 12 и умножается на количество человек, которые проживают в частном или многоквартирном доме. И получается платеж в месяц. По словам представителей регионального оператора, в Карачаево-Черкесии это компания «Глобус», все тарифы фиксированы и в ближайшей перспективе не будут повышаться. Что касается сигналов о несвоевременном вывозе мусора, то все жалобы граждане могут направлять на местную горячую линию, которую открыл региональный оператор. Обсудили и вопросы о гарантиях и льготах многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной и другим льготным категориям граждан при оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами. Активисты ОНФ рекомендуют пересмотреть региональные нормативы накопления, из которых и складывается окончательная цифра в квитанциях. В числе обсуждаемых тем были и вопросы сортировки мусора. Это позволит сократить негативное воздействие отходов на окружающую среду, почву, подземные и поверхностные воды. В целом участники встречи наметили действенный механизм для дальнейшего взаимодействия в решении экологических проблем региона и безболезненного внедрения на территории республики новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Мурат Жанкёзов, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. Время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. Время прогноза погоды. Время переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 0,5. Местами заморозки до минус 3, а днём плюс 13, плюс 18. В горах ночью до 5 градусов мороза, а днём плюс 13. И выше 2000 метров слабая лавина опасность. В Черкесске без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура ночью 0, плюс 2, а днём 14,16 градусов тепла. Это Вести прямом эфире. Мы продолжаем. Совсем скоро, 9 мая, страна будет отмечать День Победы. В преддверии праздника мы расскажем вам о жителях нашей республики, воевавших на фронте, тружениках тыла, узниках лагерей. Три долгие года жительница черкесского Валентина Косарева пробыла в Германии в концлагере Тернау. Своими воспоминаниями она поделилась с нашей съёмочной группой. Подробности в материале Шерифат Лепшоковой. 25 апреля 1945 года навсегда врезалась в память 93-летней Валентине Ивановне. В этот день советские войска освободили узников концлагеря, где она вместе с родителями и младшей сестрой находилась с весны 1942 года. Единственный брат воевал на фронте. Валентина Косарева хорошо помнит, как в начале войны в их деревне под Ленинградом вошли фашисты. Это было 24 июля, в день её рождения. Самый страшный день рождения в жизни 15-летнего подростка. Фронт проходил через их селение, и скоро семья Косаревых осталась без жилья. Дом был сожжён, пришлось жить в вырытом окопе, а затем все оказались в концлагере. Мы же под Ленинградом жили. Пока Ленинград не освободили, они у нас стояли вот этих три года. А нас в 1942 году в деревне несколько семей выселили и забрали нас в Германию. Такие же старосты были, продажные шкуры. В Германии Валентина Ивановна работала по 12 часов. Её, как и многих узников концлагеря, продали местному помещику. Летом девочка работала в поле хозяина, а зимой на его фармацевтическом производстве, где на людях проводили опыты. Не избежала уколов и юная Валя Косарева. По словам бывшей узницы концлагеря, это и привело к последующей бездетности. Возвращение на родину после победы было нелёгким. Отправки пришло ждать долгих пять месяцев. Нас в Брест привезли, а вот тоже на нарах, это там же солдаты были, и нас же туда, и кормили нас солдатским обедом. Такие же люди, как и мы, ехали тоже и так же разговаривали. А они сами с Кавказа. И, ну, посоветовали, мы своё горе рассказывали, своё, и посоветовали нам, вот, поедемте к нам вот туда-то. И мы поехали. Так семья Косаревых оказалась в Черкесске. Здесь Валентина Ивановна встретила свою судьбу, нашла дело по душе. До самой пенсии она работала на швейной фабрике. Так пригодились навыки к шитью, привитые в детстве мамой. Сейчас, будучи в почтенном возрасте, она желает всем мира и добра. Чтоб больше войны никогда не было. Чтоб дети не страдали. И вообще люди не бедствовали, как мы бедствовали. В Карачаево-Черкесском госуниверситете имени Умара Алиева открыли Центр Кабардино-Черкесской и Карачаево-Балкарской культуры языка. Мероприятия прошли в рамках ежегодной региональной научно-практической конференции «Клычевские чтения». Альбина Ламкова продолжит тему. Открытие Центров Кабардино-Черкесской и Карачаево-Балкарской культуры языка состоялось по инициативе ректора Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева Толсултана Узденова. Я убежден, что сегодня здесь собрались все, кто ценит, дорожит своей культурой. Мы очень ценим, дорожим всех, кто внёс, помог нам создавать эти центры. Мы надеемся, что эти центры позапрошлом году мы открывали Ногайский центр, Ногайведение и Абазиноведение. И вот сейчас только Черкесский и Карачаевский центры. В торжестве приняли участие делегации из Абхазии, Кабардино-Балкарии, представители всех районов и городов республики. Участники нашей конференции ежегодно – это учителя, которые работают с детьми и делают всё, чтобы дети разговаривали на родном языке. И сейчас университет готовит студентов. Они изучают родные языки и обучаются педагогическому мастерству. Преподаватели вуза надеются, что в будущем ребята будут достойными учителями. Фактически родной язык все знают. Есть примеры отдельные, которые со смешанных семей. И вот сейчас живой, например, девочка у нас в Сирии из диаспоры черкесска обучается. Она сейчас интенсивно изучает не только черкесский, но пытается и абазинский, и карачаевский изучать. На мероприятии выразили надежду, что центры станут притяжением всех неравнодушных людей. И общими усилиями получится не только сохранить, но и развивать культуру и языки. Очень много программ работают, в том числе и наши клетчерские чтения, совместное наше мероприятие у Султана Абахировича и фонда Лошара. Мы очень благодарны, что вы даете сигнал, что вы даете импульс. И мы с удовольствием поддерживаем такие проекты. И я убежден в том, что эти центры будут тоже являться мощным фундаментом для того, чтобы мы успешнее решали те задачи, о которых мы говорим. Конечно, многое делается в этом направлении. Но этого недостаточно, так как язык как воздух. Если его нет, то и этноса нет, отметил Мусаик Зеков. Затем, после праздничных мероприятий, состоялась конференция «Клычевские чтения-2019», названная в честь выдающегося ученого-кавказоведа, профессора, воспитавшего несколько поколений учителей школ Карачаева, Черкесии и России. Более 20 лет он руководил филологическим факультетом университета. Ученый оставил после себя богатое научное наследие, которое невозможно переоценить. Сумеречная библия «Осага» со сказочным сюжетом для маленьких зрителей развернулась в стенах детской библиотеки. В течение двух часов они приобщались к миру театра с помощью настоящих актеров, которые на практике показали и рассказали, каково быть артистом театра. Фатима Даурова о библии о сумерках, полных сюрпризов и ярких образов. Библия о сумерке – это увлекательное путешествие по миру театра, по его многовековой истории, от античности до наших дней. Как зарождалась драматургия, что такое квадрига и как к театру причастен древнегреческий бог Аполлон. Ответы на занимательные вопросы нашлись в рассказе работника детской библиотеки имени Никулина Любови Хубиевой. Да и сами гости показали свою любознательность и эрудицию в театральном лото. Нужно ли приходить в театр или концерт заранее? Ответь, пожалуйста. А там варианты ответов есть, да? Нужно. Нужно. Правильно. Молодец. Аплодисменты. Как в театру? С целью привлечения детей к театру, к тому, что театр, несмотря на то, что прошло столько времени, все равно театр остается востребованным, несмотря на новшества интернет, телевидение, все равно театр вовлекает зрителя в живое общение. Вот в этих целях мы проводим сегодняшнюю библионочь для детей, для всех желающих. Ребят ждала встреча с актерами русского театра, драмы и комедии, которые показали отрывок из спектакля для детей. После показа по плану шли мастер-классы и тренинги актерского мастерства, где учились сценической речи, раскрепоститься на сцене и вживаться в роль. У нас есть какие-то образы, представления, какое-то мировоззрение, а у детей они как белый чистый лист, и можно дать любое какое-нибудь задание, и они как-то по-своему это могут представить, как-то показать. Актеру нужны репетиции, актеру нужно вживаться в роль, актеру нужно подготавливаться, а дети, они это как-то по щелчку делают. Просто у них это рождается тут и сейчас, и поэтому да. В этот вечер в библиотеке любой желающий смог приоткрыть для себя двери в волшебный мир театра. Фатима Дорова, Лебек Киширов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии стартовал всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский дядя Степа», организатора Министерства внутренних дел по республике и Общественный совет при МВД. В этом году конкурс приурочен к празднованию 75-летия Победы в 2020 году. В создании тематических подделок, посвященных сотрудникам органов внутренних дел в период Великой Отечественной, могут принять участие дети в возрасте от 6 до 14 лет. Игрушку можно сделать из любого материала. Главное, чтобы подделка отражала образ сотрудника любого подразделения, органов внутренних дел в военные годы. Победитель представит республику на федеральном уровне. Творческие работы принимает до 4 мая по адресу Парковая, 19. Таким был вторник Карачаева-Черкесия. Прямо сейчас продолжение сериала «Девять жизней». Приятного просмотра и ждите везде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова